Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Сегодня мы с вами выкатим из ангара на несколько каточек и заценим с вами Ка-91. Ну а свое скромное мнение я буду озвучивать по ходу обзора на данную машинку, но и по ходу того, как мы будем с вами кататься в замесе. Давайте теперь, как обычно, обсудим кратенько технические характеристики машинки исключительно в разрезе ее орудия. Все остальное заценим, как обычно, непосредственно в бою. Итак, орудие собой представляет трехзарядный барабан цикличного типа, который выдает по 350 единиц урона за каждый шот и, в принципе, получается в районе 1050 средняка за барабан. Каждый выстрел происходит за 3,5 секунды, что, в принципе, ну плюс-минус приятно и приемлемо. Да, безусловно, это не сравнить с барабаном, который перезаряжает между собой снаряды внутри в течение трех секунд или даже меньше, как у некоторых встречается. Но и это время, в принципе, не является каким-то там, ну, крайне неприятным. Что меня, безусловно, порадовало в этой машинке, так это уровень бронепробития в 248 единиц, которого достаточно для того, чтобы нормально отыгрывать. Да, против десяток иногда бодаться, безусловно, будет сложно, но, в принципе, со своими одноклассниками, ну или кем-нибудь меньше по уровню, безусловно, будет отыгрываться абсолютно спокойно. Второе, то, что меня абсолютно порадовало в данном орудии, это время перезарядки самого магазина. 16 секунд. Если сравнивать с другими обычными цикличными барабанами в игре на 9-10 уровнях, то в целом я бы сказал, что вот эта циферка, она очень приятная и очень приемлемая в игре. И что касается урона в минуту, 2737 единиц, и, в принципе, танчик способен этот урон выдавать, главное найти себе подходящее место, ну и, соответственно, грамотно танковать. Потому что плюс-минус бронирование, ну, не позволяет, да, там, сильно имбовать конкретно броней. Что же касается углов склонения, то вниз минус 7, я бы сказал, что в игре оно чувствуется, но крайне редко. В основном, в принципе, ты не обращаешь внимания на угол склонения вниз, как на тот, который мешает тебе играть. Что касается угла поднятия орудия вверх, ну, как бы нечего заценивать. Плюс 10, меньше, чем у многих, но, в целом, я бы сказал, что редко пользуем, поэтому никогда не акцентирую свое внимание конкретно на этом показателе. Что же касается времени сведения разброса, как обычно, посмотрим это в бою, потому что мне кажется, что сами цифры заценивать немножко сложновато. Гораздо проще заценивать все подобные показатели непосредственно в самом замесе, но и там, в принципе, все будет понятно, все станет ясно. Итак, ребят, по поводу пушечки заценили, по бронированию сейчас посмотрите, башня бронирована довольно неплохо, довольно хорошо играет от башенки. Да, безусловно, низ довольно неплохо бьется, бока, ну, короче говоря, броня, я бы сказал, что она есть, но она больше есть, если вы стыкаетесь в стычку с восьмерками. Ну, тогда вообще, в принципе, красота, там периодически будут пробивать, но в целом выдерживает. Против девяток еще куда не шло, а вот против десяток, да, безусловно, машинке танковать сложновато. Итак, побежали с вами в бой, посмотрим, что она может, насколько она фановая, ну и заценим, в принципе, все показатели, которые мы не заценили сейчас в ангаре. Так, пока нас забрасывают в бой, у меня есть парочка секунд свободного времени, я хочу попросить каждого из вас подписаться на канал. Вот здесь внизу есть желтый шильдичек, введя на который мышку, вы сможете в один клик подписаться на канал и, соответственно, сделать таким образом не только мне приятно, а и сделать мне большое одолжение, поскольку ваши подписки – это жизнь моего канала, жизнь моего начинания на просторах Ютуба. Без ваших подписок к каналу, в принципе, не существовать. Итак, ребят, первое, что, как обычно, зацениваем, я думаю, что стоит заценить, безусловно, подвижность. Подвижность, как для ТТшки, очень приятная, очень удобная. Я никогда не ощущал негатива от подвижности данной машины. Мне довольно часто приходилось перекатываться на ней куда-нибудь на другие направления, и у меня это не вызывало абсолютно никаких проблем. То есть, в принципе, в отношении подвижности машинка довольно-таки маневренная, довольно-таки подвижная, как для тяжелого танчика, так тем более. Что касается углов склонения, вот вроде бы казалось всего лишь минус 7, но обратите внимание, мы стоим на подгорке, мы отцеливаем сейчас исключительно от башни, и нам, в принципе, достаточно. Да, безусловно, если мы там скатимся чуть ниже, все, то есть мы уже точку потеряли. Но, в целом, ребят, я бы сказал, что, ну, больше, чем достаточно для того, чтобы хотя бы на таких неровностях отыгрывать. Мне, честно говоря, по цифре казалось, что будет гораздо более неприятно играться данная пушка с учетом углов склонения вниз. Итак, что касается сведения, тем более на дальних расстояниях, и что касается, ну, круга сведения, да, то есть самого круга разброса. Мне, честно говоря, дискомфорта пушка никогда не вызывала. Что касается точности, ну, я бы сказал, что точность у нее больше позитивная, чем негативная. Дело в том, что вот такие вот моменты, когда прилетают куда-то там совсем в край прицела, сейчас даже не в край прицела прилетело, но, в целом, такие ситуации, как только что была, они встречаются не так уж и часто. Мне всегда было комфортно играть данным орудием даже на больших дистанциях. Что касается вот скорости полета снаряда, на дальних расстояниях оно просто шикарное, то есть отыгрывать на дальнике вы вполне спокойно сможете. Вы вполне спокойно сможете, как сейчас я делаю это, выцеливать и, соответственно, выносить. Вообще, честно говоря, по данной машинке у меня всегда была мысль такая, что разработчики закинули на девятый уровень потенциал десятки. Почему потенциал десятки? Потому что чуть-чуть апни этот танчик, и это будет просто шикарная машина для отыгрывания на десятом уровне. Подними просто ему немножечко урона, даже не надо менять КД, не надо менять там особо альфу, чуть-чуть даже альфы ему досыпь, ну, буквально там хотя бы полсотни-сотню единиц, и это будет просто-таки взлетный танк для десятого уровня. Его засунули на девятый уровень, и получилась машинка, по моему скромному мнению, неоднозначная в чем? Она неоднозначная, как и весь девятый уровень. К чему мы привыкли, в принципе, в игре? Мы привыкли к тому, что мы отыгрываем на восьмерках для того, чтобы фармить, и там происходят, как правило, на восьмом уровне все самые интересные замесы. У нас есть десятый уровень. Это наши топчики, на которых мы играем, ну, и которые мы отыгрываем для того, чтобы их себе пооткрывать, да, и это наш олимп, да, то есть это наша вершина, к которой мы стремимся. А девятый уровень, он получился какой-то такой вот, ну, непонятный, я бы сказал. Почему непонятный? Потому что ты вроде бы и выше восьмого уровня, но ниже десяток. И получается, ты как-то вот ни вашим, ни нашим пытаешься отыграть. И эта машинка, она одна из немногих, которые мне действительно нравятся на девятом уровне. Как правило, для меня девятка, это что-то непонятное, что-то проходное. Ну, потому что ты находишься, я бы сказал, просто между молотом и наковальней. И, соответственно, между восьмым и десятым пытаешься отыграть. Пытаешься отыграть для того, чтобы открыть десятку, либо на восьмерке для того, чтобы нафармить. Эта же машинка, она просто-таки создана для того, чтобы быть на десятом уровне. Подними ей только хоть что-нибудь немножечко. Итак, ребята, вот наша каточка на данном танчике. Давайте теперь заценим наши результаты. Посмотрим, что эта машинка смогла, насколько мы были полезны нашей команде. Мы сделали 4 фрага, 3720 единиц урона. Получили знак классности второй степени. Мы получили серебром 71 тысячу. Но, да, безусловно, здесь немножко к нам... Ну, не то чтобы немножко, довольно-таки множко, я думаю, к нам залилось. За счет того, что у нас был знак классности первой степени, да. То есть, ну, как бы, за особое достижение медали нам насыпали сороковку, да. Кредиты 46. То есть, ну, короче говоря, получается так, что... В целом, танчик, он... Я бы не сказал, что он сильно для фарма. Я бы сказал, что он даже сильно не для фарма. Это больше машина для удовольствия, для игры. И для того, чтобы сделать 4 фрага, нанести 3720 единиц урона, особо не напрягаясь. Занять первое место с сумасшедшим отрывом в команде по нанесенному урону. Вот для этого нужен К-91. И не для каких других целей. Только для того, чтобы заезжать и получать удовольствие от игры. Если вы хотите фармить, берите машинки с более высоким коэффициентом фарма. Ну, золотое правило. Возьмите, допустим, того же Лёву, у которого коэффициент фарма 185%. Ну и, соответственно, на нем фармите, на восьмом уровне получаете прибыль. А эта машинка исключительно для любителей кайфа и для тех, кто может себе позволить купить ее, когда она будет продаваться. Поверьте, вы не пожалеете. Я никогда не делаю рекламу никаким танчикам. Я констатирую факт того, как они играются в моих руках. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, получайте удовольствие от игры. Ну и главное, чтобы в вашей жизни было спокойствие. Ну и обязательно мира вам. Продолжение следует...